Игорь Михайлович, приветствую вас. Добрый день. Дискуссия, которая у нас началась и в комментах, и вы о ней говорили по поводу Марадоны или Месси. Ее надо продолжить и прийти к вашему какому-то выводу. К какому выводу мы можем прийти? Уместно ли сравнивать и почему один лучше другого? Или это равные персоны? Месси великий. Давай без сравнения, но Месси из Академии Барселоны. Во сколько он приехал туда? Совсем в раннем, опять про возраст. В 17 лет он дебютировал. Он забивал, он взял вообще все. Сейчас у него последняя оставалась рубеж на чемпионат мира. Он его взял, то есть огромное количество голов. Сколько у него? 5-6 мячей золотых. И он играл в Барселоне. Я просто помню, когда пик был. Это когда играл Хави и Ньеста. Да, Хави и Ньеста. Хави и Ньеста, Месси. То есть это комбинационный тренер Гвардиола. Но тогда они штамповали и Лигу чемпионов, и чемпионаты. Да, то есть у них единственный соперник там был Реал. Ну, то есть там две команды в Испании. Например, остальные представить, чтобы... Ну, он там хит-триков. Вы знаете, сколько хит-триков у него? Ну, это все чемпионат Испании. Я не скажу, что чемпионат Испании сильнейший на сегодняшний день. Я считаю, что он где-то третий примерно. Первый, а это английский. Потому что там деньги, там лучшие иностранцы. Вот. И там даже среднюю команду берешь, там или кто внизу, там бой не такие. То есть там просто так, ну ты никого. Лидер просто так. Лидер может там потерять очки. Раньше, когда Месси играл и Ньеста, и Хави, да, там, ну, Бускес, вот эта вся банда была, там, Пуйоль, да, Пике. Там представить, чтобы они с середняком там или тем более кто внизу потеряли очки, ну, просто невозможно было. То есть там там весь вопрос был. Ну, там они спотыкались. Ну, надо смотреть, там огромное количество очков, огромное количество голов. Вот. А когда ушел и Ньеста и Хави, вот пошла смена, то пошли небольшие проблемы. И у Барселоны, в том числе Месси. Ты не помнишь, как он нервничал, хотел уходить несколько раз. Его не устраивало, что происходит в Барселоне. Вот. И он играл, в принципе, в одной лучшей командой Испании. Ага. Не в самом сильном чемпионате. Вот. Если говорить про Месси. То есть сейчас там, там налетели же у тебя в комментариях, по сколько им лет? Лет по 12, там, наверное, по 14. Не знаю, но... Вот. Налетели, как будто я там против Месси. Я не против... Месси величайший футболист. Ну, то есть я там голы специально пересмотрел, голы Месси, голы Марадона. Ты сам это. Но шедевры. Просто шедевры. То есть человек, ну, скорость такая, но он перебирает ногами. Ну, ну, Марадону то же самое. Их и отличает вот этих игроков. То есть Бапе сейчас так, но все равно не так. Они как-то семенят, знаешь, они как-то вот... Они как на мотоцикле. Что Месси, что Марадона. Ну, вот. То есть вот этот дриблинг, вот эта точка его, он там получает, уходит в середину, обыграет одного, второго, третьего, туда исполняет, там либо голевую отдает. Месси голевых очень много отдал. Ну, с Рональда уже, я думаю, смысла нет сравнивать. Я считаю, Месси выше, чем Рональда. Опять же, там сказать, почему. По голам они примерно одинаковы, по золотым мячам примерно одинаковы. Посчитать, сколько голевых отдал Месси и сколько отдал Рональда, ну, там, ну, огромная разница. На это показатель, как бы, ну, интеллекта. Интеллекта. Да, скажем так. Вот. И вот он в одной команде играл лучший команде. Одно из лучших. То есть, Реал, ну, и там встряла пару раз, там, в Атлетико Мандриде встряла. А так, представить в те времена, чтобы они потеряли очки. И он там штамповал эти голы Месси. Легко ли делать? Ну, конечно, нелегко, потому что, ну, делал только он, по сути. Хотя, если мы возьмем, там, каких-нибудь Ромарио, там, вот, времена. Просто они не так долго в Барселоне играли. Месси сколько в Барселоне-то играл? Долго, да, но Ромарио не так много. 17 лет Ромарио не так много. Ну, та команда, там, бригада была, у них тоже в Барсе, когда был Ромарио, Стоичков, Лаудруф и Лаудруф, да. Вот. И ты Ромарио, посмотри, какая. Другая позиция, я согласен. То есть, Ромарио надо сравнивать, там, может быть, ближе, так, к Баппе, потому что это нападающий. Понимаешь? Ну, там он просто ходил, говорю, ну, он такие забивал, там, он тоже сумасшедший. Просто другой вопрос, в какой команде ты играешь? Потому что Ромарио потом, я не знаю, куда он уехал, он в Фейнорде, по-моему, ну, где-то он в Голландии был, потом он перешел в Барселону, потом тоже, там, куда-то уехал. Вот Ховене он был. Да. Тот же Рональдо, этот самый Зубастик, ну, тоже, ну, величайший. Ну, то опять другая позиция, опять как раз Ромарио. Вот Месси, это десятка, вот его с полотени надо сравнивать примерно. Там его сравнивать с Баджо, там, Дель Пьера, да? Ну, понятно, что он выше на две головы, но получается, да? Да. Ну, потому что ты все равно, ты титулы, ты смотришь. Но опять же, титулы в одной команде сильнейшие на тот момент не в самом сильном чемпионате. Понимаешь? И дальше же он в Англию не поехал, а он выбрал ПСЖ, который без варианта, где есть Нермана, где очень мощнейшая команда. И, ну, чемпионат какой, ну, там, на пять голов ПСЖ выше, чем все остальные. У них сейчас отрыв уже сколько там, я не знаю, у них отрыв после десяти туров у них десять очков. Но у них тоже непростой чемпионат, Игорь Михайлович, Франция. Но у них непростой чемпионат, но ПСЖ из восьми восемь выигрывает с этим составом. Понимаешь? Ну, то есть он, на самом деле, он пошел как будто, ну, то есть вот такой игрок, вот у него Барселона величайшая была, вот он там назабивал, да? Сейчас у него великий ПСЖ. Ну, там, правда, надо сейчас Лигу чемпионов с ПСЖ все-таки выиграть, они хотят этого. Вот, там тоже он там, ну, не так просто начал. Но это возраст, понимаешь, конечно, когда смотреть, когда он был 23-25, то это совсем другое. Вот поэтому величайший футболист Месси, который взял все, он и Кубок Америки взял, и Лигу чемпионов, и Чемпионат Испании, и Чемпионат Мира. Но теперь мы переходим к Марадони, вы что имеете в виду? Теперь мы переходим к Марадони, он же тоже играл в Барселоне, я посмотрел, но он за сезон забил 23 мяча, вот он отыграл, потом ему сломал Гойка Ичей. Да. Причем я нашел момент, как он сломал, он просто шел на слон. Ну, сука просто, да. Да, просто шел на слон специально, понимаешь, тогда были такие времена, тогда так играли, то есть если мы сейчас будем сравнивать оборону сейчас защитников и судейства, и там, я скажу, чтобы там сильнее защитников. То есть в те времена сильных защитников было больше, чем сейчас. Вот я могу сказать, они были жестче и судили не так. То есть вот он за этот слом, он получил желтую, он даже красную не получил. Он просто ему галик вывернул, он там пропустил там месяца 4 Марадона в Барселоне. Вот. А забивал тоже голы, ну такие чумовые за Барселону. Ну тоже сезон, сколько там, когда команда была, может быть даже 16, там 32 игры, 23 мяча. Ну вот, потом травма, он там вылетает, да, его там убивают. И если бы так, ну с Месси бы так сыграли бы, ну как бы вот, ну были бы такие защитники, как Гойко Ичеи, сейчас бы они просто охотились за Месси. Они просто ломали бы, даже за счет красной карточки. То есть они бы убивали бы просто. Раньше так играли. Вот. И дальше мы берем Марадону. Потом Драка. Я посмотрел Барселона, как он там долбился, прыгал. Там Махач такой был. Он говорит, ладно, все, Барселона, спасибо, я поехал. Значит, его там сломали, да, но он как бы играл, он там нормально играл, но там не такая команда была, как эта Барселона с Месси. Я говорю, я не хочу их сравнивать, вот сейчас без сравнения. Вот я про Месси сказал. Сейчас, нет, и за сборную тоже, чемпионат мира это он сейчас выиграл. Да. Марадону-то выиграл, он 61-го или 60-го выиграл в 84-м. Нет, в 86-м. В 86-м. В 26 лет он выиграл, видишь, Месси в 35-м. Но Месси молодец, он держит форму и будет дальше играть. Вот. Но он выиграл на такой самый рассвет. В рассвете. Если посмотреть чемпионат мира, что он там делал, четвертьфинал, полуфинал и финал. А финал его просто два немца, Бригель просто убийца и еще там какой-то один. Они просто от него не отходили. В финале. От Марадона. И все равно он отдал этот голевой третий. На Буручагу. На Буручагу, да. Один в один. Вот. И, короче, Марадон там что-то сегодня там драка, травма. Ну, играл нормально. Короче, говорит, все, Барса, спасибо. Я поехал. И Ферлоина подсуетился. Ну, ты вот можешь себе представить? Тогда вообще шансов никого. Какого мужчину назвали? Ферлоина. Да, да. Это президент. Когда я в Наполе играл, он был там. Мафиозом, да? Ну, они все там. Ну, а что? Да. Вот. И вот представляешь, и он так сидит. Я вот, насколько я знаю, как он его убедил. Он говорит, ты не представляешь, что такое. Он с ним лично встречался. Но это все в Неаполе рассказывали. Так же, как про Камору. Про Камору, да. Что они не дали ему выиграть второй чемпионат. Да. И он говорит, ты не представляешь, а он же из бедной семьи. Он говорит, ты не представляешь, разница между югом и севером. А север – это Интер, Милан и Ювентус. Ну, там вообще подлезть невозможно было. Ну, там, во-первых, составы посмотрели. Потом, как ни говори, в те времена – это сильнейшая лига в мире. Три иностранца, все лучшие иностранцы. Но Ван Бастон, Гуллид и Райкард. Райкард – это Милан. Там Матеус, Брейми, Клинцман – это Интер. Немцы были в Ювентусе. Там Колин. Но они почему-то как-то… Ну, нет. Тогда даже нет. Еще раньше. Там Ювентус, Платини был. То есть, там такие. Я чуть-чуть путаю немножко. Но Матеус, по-моему, убирал. Да, Матеус убирал. Молодой. Ну, когда Марадона был в те времена. И он говорит, вот, ты представляешь, юг и север. Говорят, север – там все деньги, там все богатые, холеные. Говорят, и мы – нищие ребята. Наш Неаполь, там, это самое, юг. Там люди любят футбол. Так, давай. Он так подумал и туда ныряет. Представляешь, Неаполь на двенадцатом месте Наполя. Ага. То есть, он же его как-то уговорил. Там же не только деньги. У него деньги-то… Ну, что там деньги? У него нормально было-то. И в Барселоне, и в Неаполе. Я не думаю, что там такая разница была по зарплате. Вот. И он говорит, хорошо, двенадцатое место. То есть, они… Двенадцатое место, а там тройка просто вообще не меняется. Милан, Интер, Ювентус. То есть, они вот так между собой. Ну, просто вот так скудета за скудета. Что? Что? Шлепают. Там вообще подобраться никто не может. Просто никто рядом не стоит. Вот они второем бьются, ну, кто-то может один проваливаться, но вот две из этих бьются все время между собой. Вот в те времена. Да. Плюс итальянцы сильные. Ну, лига сильная. Сами итальянцы. Это вот Катеначо. Там очень тяжело было играть. Там защитники были, звери. Я вот играл в Ферри и Бергуми. Но они уже возрастные были, а я там 22 года. Я пришел там. Сколько мне? 23 было. Да. Джузеппе. Джузеппе. Вы как его звали? Джузеппе? Да. Ну, его Дзио звали. Дзио? Почему? Дядя. Ну, потому что он такой уже возрастной был. Дядя, дядя, да. А у вас как прозвище было? Какое? Шаля. И в Интере, и в Фодже, да? Ну, да, Шаля. Так и говорили, Шаля? Да. А вы... Не, ну, или Егор. Просто Егор. Егор, да? Или Шала. Шала или Егор. Ну, а вы не настаивали, чтобы вас назвали, я не знаю. Как? Ну, я не настаивал. Князь. Не, не настаивал. Ну, продолжим, да. Князь, нет. Да. Вот. И там вот эта тройка. Там, я говорю, там просто подлезь. Ну, там Самбдори один раз была чемпионом. Да. А Наполи на 12-м месте. И он его вот убеждает, что вот мы нищие все, ну, как бы, ну, такие, а там, типа, там богачи, знаешь, а мы здесь эти, крестьяне. Да. Он говорит, хорошо. Он раз, а они восьмое место занимают первый сезон. Он все в Сверлаин и говорит, ну, нужно усиление. Ну, у них неплохая команда была. У них Карека был, Крипа. Ну, тогда итальянцы сильные были. Карека, это был бразильец, а Крипа? Нет, Крипа итальянец был. Да. Ну, то есть ты в 90-м году, они же в Италии же был чемпионат мира. Да. Ну, ты команду посмотри, там, там, Баджо, Джанини Баджо, не знаю, играл, там, Скилачи, Виале, Манчини, там, эти защитники такие, звери там стоят, там, ждут тебя. И, ну, вот сам чемпионат, я просто смотрел, я говорю, там его убили нещадно, но его сбить не могли, Марадону. Ну, вот, и он восьмое место занимает. Я не сравниваю с Месси. Первый, первый чемпионат, да. Да. И он так это самое говорит, давай это, надо брать народ какой-то. Ну, они там кого-то берут, набирают и все. И они следующий год поперли, прямо с первого тура на первом месте. Вот какие он там галлы забивал. И там, я говорю, ты не представляешь, как его убили? Я говорю, ну, вот если маленькое сравнение сделать, ну, Месси бы там закопали бы просто. Это можно сказать, что его не поймали, ну, вот, Марадону ловили. Я тебе говорю, вот, по быстроте ног, они одинаковые. Я вот прям специально смотрел, сравнивал, как Месси, ну, как он двигается, и как Марадону. То есть, как они уходят, знаешь, там, вот этот дриблинг. Его просто в подкатах долбят, он стоит на ногах, они его сбить не могут, понимаешь? И это самое, ну, там оборона. Вот Катеначи откуда пошло. С тех времен Катеначи, ну, такая оборона жесткая, ну, непробиваемая оборона. Вот. И, представляешь, он выигрывает, убирает трех этих всех. Север. Ты, представляешь, в Неаполе что там творится? Там просто народ с ума сходит. Второй, они должны были выигрывать. Камора сказал, не надо, а то там нам надо выплачивать много. Он говорит, хорошо. И третий он выигрывает, и кубок UEFA он выигрывает. Пусть это было короче, ну, по времени его. И чемпионат мира возьми. Одна четвертая, что англичанам два забивает какие-то? Ну, какие? Рукой. Ну, да. Рука Бога, и потом лучший гол Дрека. Сумасшедший проход, да. Бельгийцам два кладет. И они его грызут вдвоем там финал, это самое, немцы, Марадонова. Ну, у него тяжелый матч, но они вообще не давали получить мяч. Ну, то есть, персонал, да. И все равно он там отдает и становится чемпионом мира. Понятно, что вне поля сравнивать. Но у Месси трое детей, жена, которая там со школы, он ее знает, да. Ну, такой, значит, примерный. Этот такой. Непонятно вообще, что он там делал за полем, да. Ну, когда он выходил на поле, но это все. Понимаешь, ты вот на него смотришь, то есть, он такие вещи делал, что, ну, вот, ну, представляешь, я говорю, вот убрать вот эти три северные команды, да, вот Неаполю какому-то несчастному, про который вообще никто не слышал и не знал, который был на 12 месте, когда он пришел. Я считаю, что это величие. Стадион как называется? Ну, сейчас Дея Гарман. Да, был сам Паулу, святой Паулу был. Святой, понимаешь, а сейчас Марадона, стадион. Вот. И тут вот говорить, сравнивать, но я не буду сравнивать, потому что сейчас налетят твои эти школьники опять. Я не буду сравнивать. Но по мне, просто закинуть Марадону, ну, наверное, неправильно сравнивать. Марадона сегодня, но он бы творил бы, но я думаю, так же, как и мы, если бы он в Барселону, например, в той, он бы и в Англии играл, я думаю. Он бы в любом чемпионате играл, там, в любой команде. Ну, понятно, что если в хорошей, да, там, у нас там три в Италии, там, две в этом, в Испании, там, четыре в Англии, да, и Бавария. Вот. Он мог в любой играть, но и ПСЖ. А вот Месси туда, видя, как это все там было, да, какие были защитники, как они играли, как судили, как убили Марадону, за что человек желтый просто получил. Даже не красный. То мне кажется, что, ну, у Марадона, вот, правда, мощь. Понимаешь? Вот прям мощь такая, что, ну, видно, что он лидер. Я, опять, без Месси, а то я говорю, ну, летят сейчас. У Месси своя история, у Марадона своя, но у Марадона мощнейшая история. Мощнейшая. Опять же, не надо забывать, что сильнейший чемпионат итальянский был в то время. Лучшие иностранцы там играли. В обороне итальянцы были организованы вообще любая команда. Ты просто так вообще никого не обыграешь. Вот середину, даже низ. То есть они там бились. Вот, какие голы он забивал. Месси сумасшедшие голы забивал. Ну, я прям сравнил, но они даже похожи какие-то. Когда они в дриблинг уходили, то есть и этот, и этот, они похожи. Вот. То, что, ну, вот, то есть мне факт сам. Выбор его Наполя и как непонятная команда с юга, где весь юг на ушах стоял, да, убирает. Вообще гегемон был. Просто, я говорю, там просто никто не подлезал. Может быть там они поищут, найдут. Я не знаю в каком году. Самбдория выиграла. Играл Марадон. Нет, Марадон, по-моему, играл там еще. Вот. Но он уже на этом самом, на сходе, наверное, был, да. А вот эти вот три года в Неаполе, ну, они просто сумасшедшие. Ну, то есть там смотреть, как он Милану. Ну, то есть он решающий. Представляешь, он шлепал Милану. Интер там приезжает, там полный стадион. Но он такие забивает. Они приезжают, там Мальдини, Борези, там Костакурта, там Интер, там Бергуми, Ферри, там еще молодые. Представляешь? Я представляю, что это такое. Вот. И плюс, я говорю, они там, ну, там персонально играли. То есть, кстати, он получает с ним игрок сразу. Понимаете? Сейчас все-таки больше зоны, сейчас больше возможности оторваться. Я опять не сравнил. Поэтому, чтобы твои эти... Слушайте, ну, а вы играли против Диего в чемпионате Италии? Нет, он уехал, он и закончил уже. Да? Да. И там можно говорить, а где он играл, там Севиль. На него, конечно, влиял это вне футбола. То есть, все знают, что это кокаин. Там даже Ферлайн, я еще фильм смотрел. Он говорит, все было подготовлено. Допинг они сдавали. У них же там, у кого он там целовал в Лысину, там администратор такой смешной, маленький. Когда я пришел, он еще был год один. Да. Вот. Это самое. Все подготовлено. Он говорит, если бы, ну, мы бы не готовились, Марадону бы ни один допинг не прошел бы. Говорит, он до четверга, то есть, он в среда там, там, в воскресенье играл, до среды он гуляет. В четверг все, он там собирается. Раз, раз и погнали. Я думаю, что там, вот, и все, мачадо там уже готово. Они подменяли там как-то, и он сдавал. А когда он там надоел уже, все у него заглушили. Понимаешь? Это самое. И понятно, что... Вот. И эта история тоже, это все знают. То есть, он там сдавал. Они там как-то прятали. И все, он заходил там, раз, как-то менял, переливал там все, и все. Ага. Хотя, когда я вот сдавал, там, там, человек стоит. Ну, ты не можешь посадить. Он стоит вот здесь. Я говорю, да уйди отсюда. Говорит, что ты стоишь? Что ты дурак что-то совсем? Он в туалете у Талчка стоит и смотрит. Я говорю, да ты что? Ну, вот.